Диктофон Вверху расположены две кнопки управления громкостью для акустического режима. Наш прибор подключен к сети и готов к работе. Запускаем на телефоне приложение диктофон. И пробуем записать разговор. Речевой хор. А теперь слушаем, что у нас получилось на записи. И пробуем записать разговор. Речевой хор. Как мы только что с вами убедились, мой голос разобрать на записи во время использования режима речевой хор невозможно. Перейдем к ультразвуковому режиму подавления. Включаем наш подавитель. И пробуем записать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выключаем подавитель и слушаем, что у нас получилось на записи. Включаем подавитель и слушаем, что у нас получилось на записи. Включаем подавитель и слушаем, что у нас получилось на записи. Есть один интересный эксперимент, который наглядно показывает работу ультразвука. Если поднести к излучателям зажигалку и включить сам подавитель, мы увидим, как пламя зажигалки отклоняется под воздействием ультразвуковых волн. Мы с вами убедились в эффективности двух режимов. Акустический режим типа речевой хор и режим ультразвукового подавления. Эти режимы можно использовать как по отдельности, так и вместе, для обеспечения наибольшей защиты информации. Продолжение следует...